Мадам Я думаю, что каждый спектакль – это ребенок, а родители не имеют права выделять среди детей кого-то, значит, если он кажется даже, что он вырос и учится хорошо, и воспитан, и нежен, и прелестен, и прекрасен, и талантлив. Это неправильно, потому что остальные дети моментально это чувствуют, и они начинают завидовать, а этого не может быть. А тем более, если у тебя этих детей более 180, то, конечно, забота о последнем ребенке, потому что он должен получить любовь зрителей, он должен ощутить нежность и заботу о нем со стороны зрителей прежде всего. И тогда вот ему будет хорошо, и он будет очень замечательно, гармонично и духовно развиваться. Вот такой последний ребенок – это и есть служанки. Это последний ребенок, поэтому и самый любимый. Я хочу, чтобы мадам была красивой. Я буду красивой. Вы меня ненавидите? Вы подавляете меня своей предупредительностью своим подвострастием, гладиолусами, резидой? Не надо загромождать спальню. Слишком много цветов. Это меня убивает. Я буду красивой. Вам такое не быть. Спектакль уже 20 лет, он объездил, по-моему, 34 страны, и они несколько раз получали первые места за исполнение женских ролей, и женщины-артистки были счастливы и рады, что это происходило, потому что они были уверены, что они сыграть так в служанках или вообще постить женскую душу не могут. Не двигайтесь. Нельзя, нельзя было дать мадаму скользнуть, но на этот раз я покончу. Вы пейте, если хотите. Можете даже исполнить последний крик, мадам. Помогите. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Каждый раз эта тройка, которая занята в этом спектакле, они ныряют в такие глубины и в такие заводи женской души, куда женщина почти никогда не допускает никого, даже себя. Поэтому нырнув туда, самое интересное, что там ощутишь в этой глубине, и вынырнув, нужно радостно, радостно в игре, в праздничной игре это зрителям как бы предоставить на обозрение. Это непросто, потому что не все это выдерживают. Вопроса же нет в том, чтобы подражать внешним знаком женского поведения. Это категорически никакого отношения не имеет в том, что они делают. Начиная с того, когда первый вариант был Костя Райкин, и дальнейший уже когда был Володя Зайцев, а теперь Дима Босит. Танец – это праздник профессии. И то, что мы не можем уберечь в себя, потому что, и я сейчас говорю про Бузина, про Жойдика, они высокопрофессиональны. Потому что сегодня я не знаю, не знаю артиста, который бы мог синтезировать в себе драму, хореографию и музыкальное постижение человека телом, когда тело говорит гораздо больше, нежели текст. А в них это есть. Это редкий случай. Я вот когда смотрел прошлый спектакль, я каждый раз поражаюсь, что они это все еще углубляют, углубляют, что для них это смысл жизни. Жизнь. Они служат, они отрабатывают зарплату. Каждый спектакль, даже в каждой стране, где мы вот сейчас играем уже этот вариант, происходит совершенно другое. Потому что магия и колдовство – это редчайшее явление на сцене. Потому что тогда и зрители заражаются этой магией. Тогда вибрация тел, вибрация голоса – это главное. А не тот текст, который они произносят. Это не имеет никакого значения. Мадам будет еще красивее, даже более простей для этого пола. Плау, ты совершенно права. Может, мне стоит придумать травмный наряд по случаю ссылки на север. Ваше питье о готово, мадам. Поставь. Я выпью его чуть позже. Вы будете носить мои платья. Я все даю вам. В этом спектакле есть колоссальный диалог между духом человека, между его душой и тем абсолютом, который между нами. А это совершенно поиск, совершенно другой. Он метафизический. И там есть магия, колдовство. Там никогда ни на одну секунду они не скрывают, что они мужчины. И мужчины, которые во славу жрицы любви, во славу безумия, на себя взяли как бы этот путь постижения женской души. Души. Да, мадам, я смею говорить об этом. И кто заставит меня замолчать? Кто посмеет сказать мне? Моя девочка! Я прислуживала вам. Я делала при этом все положенные жесты. Я нагибалась, чтобы стелить постели, чтобы мыть пол, чтобы подслуживать и подглядывать за мощную скважину. Но теперь я держусь прямо и твердо. Я душительница Мадмазель Саланш. Та, что задушила свою сестру. Бесполезно! Бесполезно, мадам! Я принадлежу полиции. И только она меня понимает! Теперь мы! Мадмазель Саланш Леверсье! Та самая Леверсье! Знаменитая Брестунница! Я, может быть, последний романтик. Все. Понимаешь, никто не хочет на себя взять эту функцию. Юрий Петрович Любимов сказал, что мы вдвоем два последних романтика. Я с ним согласился. Потом он помолчал и сказал, нет, наверное, уже вы. Я тоже согласился. А искусство без этого не может существовать. Тогда это вне поэзии, вне полета. Тогда это величайшая глупость. На это тратить время нельзя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!